Этот вольер настоящий детский сад зоопарка на сад городе. Но больше всего внимания гостей сегодня привлекает малыш Бэмби. Косуленок появился здесь недавно. Его обнаружил в лесу совсем одного и принес в зоопарк неравнодушный житель Приморья. Так у Бэмби появилась новая семья. Вот выкармливаем его молоком. Сейчас он пытается есть овощи, фрукты маленькими кусочками, в небольших количествах, чтобы привыкло и пищеварение, и не нанести ему что бы вред. Так он абсолютно здоров. Возраст у него приблизительно около месяца. Ну точно мы не знаем, но по развитию он не тянет на месячного косуленочка. Для Бэмби Диана Павлюк – приемная мама. Она рядом почти каждую минуту. Ножки косуленка до конца еще не окрепли. И как любой малыш, он любит сидеть у мамы на руках. Мы его выносим, то есть он походил, погулял. Ему страшно. Для него это стресс, конечно. Много новых звуков. Они же боятся всего этого. Вот. Поэтому вот он на руках себя чувствует довольно комфортно. В природе в Дикой мама, значит, родила и в определенном месте оставила его, как в гнездышке. Вот. Они лежат, как правило, не шевелятся первые 4-5 дней, пока не смогут выходить на зов матери. Возвращать Бэмби в дикую природу нельзя. Косуленок уже привык к людям. И в случае опасности доверие к человеку может стоить ему жизни. Поэтому, когда он подрастет, будет жить в вольере вместе со взрослыми косулями. Бэмби, бэмби, олененок, кориглазый. Бэмби, 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 до чего же ты хорош? От оленей косули отличаются размерами. Отсутствием во взрослом возрасте пятнышек на боках и отсутствием хвостика. Ну, а в целом это такой маленький олень. Среди подопечных кипера Дианы Павлюк не только косуленок Бэмби. С начала лета в зоопарке начался настоящий бэйби-бум. Так ночью на свет появились вьетнамские веслобрюхи и поросята. Постоянно требуют внимания и козлята разных пород. Растет семейство оленей. Также малышей можно встретить в вольере дикобразов, а уже совсем скоро долгожданное пополнение будет у зебр. Счастливый отец Мартин, зебра Зоя. От нее мы, в принципе, ожидаем же ребенка. Я думаю, что очень скоро, потому что животик опустился уже как два дня. Наверное, на днях мы уже получим зебренка долгожданного. О малышах зоопарка постоянно заботятся его сотрудники. И то, что некоторые найденыши попадают именно туда – большая удача. Часто случается так, что зверятам не обойтись без помощи человека. Поэтому специалисты напоминают, если вы обнаружили в лесу брошенного детеныша, оцените ситуацию, оглянитесь вокруг и в случае сомнения позвоните в зоопарк, где вас проконсультируют его сотрудники. Анна Бережная, Сергей Тулатиев. Новости на Восьмом.